Энергообмены, а зачем мы с вами разбирались с ЭТФ? Мой вопрос был, а зачем вообще клетке нужен энергообмен? Энергообмен вот он в метафронтрии, сжигаем энергообмена. Цель энергообмена создать ЭТФ, а ЭТФ уже в форме ЭТФ. Энергия распределяется по клетке для самых разных тел. Ну и давайте думать, первую группу реакций вы называете биосинтез. Принимается. А кроме биосинтеза? Кстати, за счет биосинтеза какие процессы претходят? А что мы обсуждаем? Мы обсуждаем затраты энергии клетки. Зачем клетке нужна энергия? На что она, собственно, и расходует? Ну понятно, что за счет биосинтеза будет вестись тот самый, извините, постоянный ремонт, о котором я говорил. Белки, молекулы не очень устойчивы. Но разваливается молекулы белка время от времени. Надо синтезировать многое? Да. Надо. Плюс к этому. Рост может идти без биосинтеза? Нет. Нет. Плюс к этому. Есть такие органы, называются железы. Главная задача желез какая? Каких? Любых. Выделение чего-то. Выделение чего-то. Алина, выделите мне 100 баксов, пожалуйста. Алиса. Алиса, извините. Выделите мне 100 баксов. Ну давайте быстренько выделяем. Я не смогу это сделать, потому что у вас их нет. Знаю, для того, чтобы что-то выделить, это надо как минимум и иметь. Вопрос. А откуда берут железы вещества, которые они выделяют? Синтезируют. Синтезируют. Если уж говорить про железы, у каждой железы двойная задача. Прежде всего, какая задача? Синтез. Синтез веществ, а уж затем их выделим. Так? Хорошо. Разогрались. Ну а еще. А движение в окружающем мире без затрат энергии может быть? Нет. Совершенно исключено. Проработал актомиазимовых патчек. Ничего не говорили? Скротиканный мышечный белок, активный миозим. Как работает мышца? Не обсуждалось? Ну это в следующем году. Обсудите, увидите. На каждом этапе обязательно троится от этого. Так? Хорошо. Хорошо. А на избирательный транспорт сквозь мембрану энергия троится? Да. Обязательно троится. В результате, посмотрите, мы набрали самый важный жизненный и клеточный процесс. Избирательный транспорт, биосинтез. Так? Перемещение в пространство. Вот без затрат энергии этого не бывает. А теперь давайте вспоминать. А стопроцентный КПД бывает? Нет. Поэтому что произойдет с большей частью этой энергии? Выделяется тепло. В какой форме? Тепло. Совершенно верно. В результате. Смотрите, что получается. Я оставляю, сейчас стираю все, только схему вот этой замкнутой цепи. Вот она схема нашей замкнутой цепи питанием сообщества. И вещество в рамках этой схемы ходит по кругу. Вот так. Масса вещества движется замкнутой. Так? А теперь все живые существа теряют часть энергии. Входят в свою жизнь. Обратите внимание, какую картинку мы получили. Жизнь – это вариант динамической структуры, вот этой, живущей на потоке энергии. Энергия течет сквозь живую систему. Для того, чтобы жизнь существовала, она должна получать из космоса энергию и отдавать в космосу энергию. Если этот поток пресекается, жизнь как явление исчезает. Так? Это мы с вами уже замахнулись на такие очень высокие категории определения системного определения жизни и так далее. Ну а теперь ближе к Земле возвращаемся к нашим сообществам. Дело в том, что с консументами дела обстоят достаточно интересным образом. Может ли хоть один потребитель органики переварить пищу полностью? Нет. Нет, не бывает. Давайте рассмотрим такую картинку. У нас на каком-нибудь там, я не знаю, лугу, так? А, вот как. Я взял в большом поле, посадил морковь. Так? И собрал урожай, точнее, собрался собрать урожай, одна полна моркови. Прикинул, что примерно столько там должно вырасти. Но операционная сборка урожая налетели в риги колесельского хозяйства какие-нибудь долгомойстики фантастические, которые съели всю морковку без остатка. И то, что торчит над землей, то, что под землей, все съели. Сколько органики они потребили? В тонну. Теперь, могут ли они ее полностью переварить? Нет. Нет. Коэффициент переваривания примен за 0,5. То есть, на следующий уровень у нас в тела долгомойстика включилась только полтонна оргамики. А полтонна они сбросили, качество оттуда. Теперь, то, что включилось в тела, долгомойстика только для роста используют или для энергометов? Да, да. Значит, в результате для роста и наращивания массы только 10%. А остальное сожжено во время энергообмена. Итак, выделение энергии во время энергообмена. Вопрос. Съех тонну морковки, на сколько поправились все вместе полгомойстики? На 100 килограмм. На 100 килограмм. На 10%. 100 килограмм. Набежали хищные жуки жужжиться и слопали всех полгомойстиков. Так? Знаю, честно. 50% веществ усвоено, 50% сбросили в виде непереваренных остатков. Знаю, честно. И от этой массы 100 килограмм только 10 килограмм пошло на рост и увеличение массы жужжилиц. А остальные куда? На энергообмен, конечно. Улетели. Насколько поправились все вместе жужжилицы? На 10 килограмм. Прилетели скворцы и скривали всех жужжилиц. На 10 килограмм. Все скворцы поправились на килограмм. Прилетел ястреб и сбоку всех скворцов. Насколько поправился ястреб? На 100 грамм. Вот смотри, что мы получили. Мы получили такую цепочку, в рамках которой, что с величиной биомассы происходит? Она уменьшается. Да? Каждый такой шаг по цепочке будет называться переход к следующему уровню питания. К следующему трофическому уровню. Коэффициент перехода в разных конкретных случаях может быть очень разный, но в среднем принят за 10%. Этим ясняется простой факт. Скажите, на участке луга площадью в 1 гектар может ли обитать сотня полевок? 100 штук? Да. Может. А 100 хорьбов, питающихся полевками? Нет. Нет. В чем дело? А не урод от голода. Не хватит еды. Вы видите, как строится эта система? Каждый следующий этаж нуждается в очень большом количестве участников предшествующего этажа, потому что в свое тело подключает он только 10%. Закономерность такую иногда изображают графически. Называться все это хозяйство будет пирамидой питания. И принцип графического изображения очень прост. Так, количество биомассы изображаем как площадь прямоугольника. Так. Ну вот у нас продуценты, мы синтезировали вот эту биомассу. Какова может быть биомасса консументов первого порядка, травоведных? 10%. Она в 10 раз меньше. Вот она. Какая может быть биомасса консументов второго порядка? Сечников. 10 от 10. Вот она. Консументы третьего порядка? И так далее. В результате возникает вот такая биомасса. Обычно еще на этой пирамиде рисуют вот так стрелочки, уходящие в космос. Эти стрелочки что означают? Протеряя энергии. Потеряя энергии. Так. Хорошо. Кто верхний танцик? Ого-го-го-го. А кто у нас на самом верхушке пирамид питания? Человек. Человек. Везде. Берем Африканскую саванну. Много ли там людей? Самый крупный. Самый крупный. Слон. На вершине. Смотря в каких местах. Ну берем Африканская саванна. Конкретное место. Что-либо ссаны крупные. Они же должны быть. Самый большой хищник. Не-не-не. Пирамиду строят для консументов. Посмотрите, в ней редуценты просто отсутствуют. Редуценты просто иначе считаются. Самые большие хищники. Ну африканская саванна. Кто самый большой? Супер хищник. Какой-то членковый. Ягуар в Африке? Ягуар. Не пугайте меня, ребята. Что у вас география? Лев. Лев, конечно. Отлично. Есть ли какие-нибудь живые существа, которые целенаправленно питаются львами? Нет. Думать. Есть листья львов? А есть листья львов? Какие бактерии? Паразиты льва. Глисты. Блохи, которые на льве сидят. Они кем питаются? Львов. Львов. То есть, на самом деле, на вербушке, вот здесь вот, на супервербушке, кто ходит сидеть? Суперсильные хищники? Паразиты. Паразиты. А как по-вашему? А у каждого паразита свои паразиты есть? Да. Конечно, есть. Ребята, мы рискуем получить дурную песковичность. Это понятно? Потому что в паразите паразита сидит свой паразит. В паразите паразита паразита сидит свой паразит. И так вроде непонятно, как эту цепочку останавливать. Останавливается она очень просто. Смотрите, у вас на каждом переходе масса должна уменьшаться в 10 раз. Как это, на это будет слишком много? Значит, в какой-то момент масса оказывается меньше, чем масса клетки. Может ли существовать такое живое существо? Нет. Нет, не может. Поэтому ни в одном сообществе, давайте прикинем, а в каких сообществах больше всего вот этих уровней питания. В каких местах на земном шаре, вот. Там, где вы живете, там, в самых плотных населённых. Ну и что это за места? Смироплодис. Тайка. Нет, тайка очень бедная. Стража. А, в виде пробка, какие-то средние планы. Нет. Нет. Богатее, чем тайка, конечно, но всё равно место далеко. А вот это другое дело. Только грамотное название этих лесов не джунглей, а гилея. Влажные тропические леса. Влажные тропические леса Амазония, бассейна Понга в Африке и так далее. Болтан до 12-13 уровней. На самом деле это гигантская по сложности сообщества. Потому что давайте приятным. У нас на 13 этаже, на 13 уровне пирамиды, да? Сидят существа, суммарная масса которых всего 10 грамм. Вопрос. Какая должна быть биомасса продукции, чтобы прокормить 13 уровней сообщества, на 13 этаже которого 10 грамм. 10 грамм умножить на 10 десятых. Почему в 13 этаже? А, даже 10. В 12-й. В 12-й. Значит, 10-12 грамм. Переведите нормально. А, нет, не тысяча тонн. Не тысяча тонн. А сколько? Миллион тонн. А, нет, смотри. 10-12 грамм. Миллион тонн. Понятно? Знаете, такую гигантскую биомассу может обеспечить не какое-то одно замкнутое конкретное сообщество, а только уже очень большую территорию. Понятно, почему выше 13 уровня планеты не хватит, чтобы прокормить такое сообщество. Так? Хорошо. Вот мы немножечко по поводу сообщества. Ну, а теперь, после того, как сама основа задана, вот давайте теперь ближе к дракону. Значит, берем обычный луг. Ну, жизнь на лугу в средней полосе, вот здесь, в Крыму. Представляете себе, были луги. Ага. Значит, сколько на этом лугу разных живых существ охотится из насекомых? Ну, давайте, я считаю, куда вам за вы. Очень понятно. Кто там живет из охотников за насекомыми? На лугу. Какие конкретно? Муравьев. Муравьев в средней России, ну, это исключительно если из зоопарка сбежал. И жить им там будет не очень. Стрежка там. Стрижи, понимается. Воробин. Воробин. Ну, стриж, кстати, не воробин, а ласточка – это воробинная птица. Значит, самые разные сикмоядные птицы, давайте так назовем, да? Трясокуски, ласточки, какие-нибудь пеночки, так? Значит, стрижи те же самые, ночью газодое. Кроме птиц кто еще? Мыши, извините, растительноядные, а точнее зерноядные. На насекомых они не обходятся. Мы с вами разбираемся с насекомыми. Другие насекомые? Тичные насекомые, другие, допустим, те же самые жужжицы, которые обсуждаются. Подходят еще. Лягушки какие-нибудь, жабы какие-нибудь, ночью летучие мысли. Мыши, рыбы, ежи, землерой, рыб на лугу не уйдет. А там есть озерцон в аквариуме. А это уже будет не луга, а озерцон, другое сообщество. Озерцон на лугу. А это другое сообщество. Это сообщество. А мы с вами луковое сообщество. Ну, обратите внимание, давайте суммируем сейчас. Здесь камоядные птицы есть, причем десятки разных век. Так, рукокрылые летучие мыши есть, ежи есть, землеройки есть, жабы есть, хищные насекомые есть. И все питаются насекомыми. Вопрос. Если у них у всех насекомые являются пищевыми объектами, почему они не вытесняют друг друга? Потому что насекомых много. Насекомых много? Просто количество, считаете ли? Нет, наоборот, тех мало. Кого мало? Кого, кто питается насекомыми. Стер график. Если условия подходящие, как размножаются живые существа? Нам просто не хватает там живых. Чего не хватает? Нет. Ну, а тогда что мы должны получить? Конкуренция. Кто-то лучший охотник, кто-то худший охотник. Потому что не надо будет. Рисурс заграничен. Что делают лучшие охотники с худшими? Убивают. Да не убивают, а вытесняют. Это понятно? Почему этого не происходит? Все разные предпочтения. Столб по очереди. Прошу. Все разные предпочтения. Если вы, что там, возле воды, в родни, там, не думают. Краты, да, вообще под землей. А мы жить и младим. Может быть, у каждого есть разные предпочтения? Разные предпочтения, ребят. Насекомые, на самом деле, страшно многообразны. Каждый вид насекомых будет выбирать свою микронишу для существования. Свой способ присоединения к окружающей среде. В результате охотники за насекомыми, что будут делать? Специализируются не на всех жертвах сразу, а на пол. На определенном типе. При этом охотничьи приемы у разных участников сообщества будут сходными или разными? Ну, типичный пример. Жаба как охотится? Молниеносный бросок на подвижный объект, причем только на подвижный объект, который оказался на близком расстоянии. А вот гоняться за добычу жабы будет? Нет. Никогда. Так? А неподвижную добычу жабы атакуют? Нет. Никогда. Значит, а вот еж и землеройка, ну, во-первых, они вполне будут гоняться за свои добычи, а во-вторых, вполне с удовольствием слопают совершенно неподвижную какую-нибудь куклу кунусь в колбу, которая хочет. Так? Ящерица тоже гоняется за свои добычи и тоже съест неподвижную кукулу. Почему ежи не конкурируют с ящерицами? Потому что они едят разные добычи. А потому что ящерицы – это дневные существа, а ежи – сумеречные. У них время и активности разные. Так же ласточки едят. А теперь, значит, хорошо, если насекомое успело стартовать, взлетело. Для всех наземных хищников оно потеряно. А вот для ласточек стрижают рисогусок. Наоборот. А ночью – гликозадольфы, летучих мышей. То есть, в результате, что произошло? Существа, обитающие на одной территории, имеющие сходный пищевой ресурс, кто может сформулировать? Как избегают конкуренцию друг с другом? Походятся в разное время. Как это называется? В разное время, на разную добычу, разную приемную. Вот для таких различий есть название. Это называется специализация. Каждый вид специализируется определенным образом. Если специализации не совпадают, то будет ли конкуренция? Если по-разному специализировались? Нет. Нет. Конкуренции, конечно, не будет. По этому поводу. Может, и она по-другому поводу возникнет. Ну, да, допустим, по жилищным вопросам. Для жилья необходима примерно одинаковая территория. Тогда так. Да, хорошо. А вот теперь станет понятно, почему надо разобраться с экологией, прежде чем можно будет законные права дракончиком выдать на существование. Вот представьте себе, что в мире долго ничего не меняется. Несколько тысяч поколений живут в существовании. Все живут в своем месте обитания. Что должно произойти для того, чтобы... Каждому хочется размножить. Преоричество и численности. Что должно произойти для того, чтобы снизить конкуренцию с соседями? Путь один. Вписаться. Найти свой новый... Найти свой новый способ эксплуатировать ресурс. Вот это, ребята, будет второе понимание экологической ниши. Первый раз вчера мы экологическую нишу определили через совокупность условий. Это, грубо говоря, адрес данного вида. А второе понимание экологической ниши – это профессия данного вида. Что и как он делает. Приведем такой пример. На ней троостров попала стая воробьев. Ну, ураганы снесло, они там оказались. Растения на слоумы на острове есть. То есть еда есть, территория есть, всего достаточно. Воробьиный клюв представляет себя? Да. Ага. Можно таким клювом делать всего по маленькому. Так, вполне хороший универсальный инструмент для добывания пищи. Но через некоторое время в условиях этого изобилия, что с количеством воробьев? Уменьшится. А не наброс от ростов. Увеличится. Конкуренция начнется? Да. Начнется. Как уходите с конкуренцией? Мутев. Нет. Мутационный процесс всегда идет. У меня остановились. Вы думаете хищника, который будет их кушать? Хищников там нет. Острова в океане. Скажите, пожалуйста, а воробьиным клювом орехи долбить легко или сложно? Сложно. Крайне сложно. Нормальный воробей вообще орехом питаться будет? Нет. У него просто крайне плохо получаться будет. А если возникает мутантик с более мощным клювом, значит, он будет иметь хоть каких-то конкурентов среди воробьиного населения? Нет. Нет. Он обрел свой ресурс, да? Значит, и дальнейшая эволюция этого мутантика. В какую сторону пойдет наверняка? Его потомки. Какие из его потомков будут выживать? Которые, если что-то хорошо. Значит, хороший, плохой, это не новый, а мощный. Дело в том, что второй мутантик воробьинной стае родился с очень тоненьким клювом, как пинцетик. Так? Вот скажите, а если мелкое насекомое забилось в какую-нибудь глубокую щель, воробьином клювом достать можно? Нет. А тонким пинцетообразным клювом можно? Можно. Так? В результате, смотрите, что получается. Осваивая некоторую территорию в неизменных условиях, когда условия остаются постоянными, так? Начинается все более и более глубокая специализация данного мутантика. Не просто питаемся семенами насекомыми, а питаемся, данный вид питается строго определенным вариантом семян. Допустим, очень мелкие семена, как у горчицы. Воробьином клювом не подберешь, а мелким пинцетом подберешь. Очень прочные семена. Ну, допустим, косточки у вишни. Воробьином клювом не раздаешь, а более мощным клювом раздаешь. Хорошо. Ну, а теперь представьте себя. У всех, а касаться, кстати, такой процесс будет только воробьев или всех живых существ, обитающих во всех местах? Отлично. Вот я пришел в лес, скажите, пожалуйста, и притащил с собой новое живое существо с планеты, я не знаю какой, а Хрюндель притащил с собой, вот у меня в предке сидит Хрюндель. Так, значит, и я выгустил, Хрюндель вполне жизнеспособен земным условиям. Дышит воздухом, успешно пьет воду, жрет в три горла, причем есть может вообще все, что угодно, так? Вот скажите, Хрюндель приживется в лесу или нет? Нет. А почему? А потому что он в своем порядке. У каждого не будет списываться. Дело в том, что в любой старой устойчивой системе живые существа являются узкими специалистами. Каждый вид умеет делать что-то одно, но зато умеет это делать отлично. А он будет всем пролегать. А он будет всем пролегать. Возвращаемся к нашему дракончику. Да, вроде как он немедленно не будет съеден, вроде как немедленно не помрет от голода, но сможет ли он найти свой адрес в этом сообществе? Значит, надо приспособиться и найти новые способы. Значит, либо надо найти такое место и такую профессию изобретения, которая еще не существует, либо вытеснить кого-то из старых жителей. Вот давайте представим себе. Помните, мы в прошлый раз, когда про Пирит говорили, говорили, что ареал обитания круг дракона, выйдя из степей, должен смещаться в придворье. А мы играем с придворной степью или саванной. Так? Ну, придворье это места более влажные, чем открытые участки. На участках влажных степей какая высота травы? Ну, это не скотранная степь или воскотранная, а это воскотранная. Плюс к этому кустарник появляется. И так. Нискотранник. Кустарничек. Поментность. Так? Значит, про дракончик. На кого-то и есть, скорее всего, будет охотиться. Ну, крупная беспозвоночная. Ну, не трогая езжется. Значит. Крупное насекомое, крупные червя. Так? И самые мелкие позвоночные. Отлично. Давайте пока по насекомому пройдемся. Вот здесь, на земле, есть твои успешные охотники на насекомых? Да. Да сколько угодно. Это понятно? Да. Хорошо. Вот здесь, в воздухе, есть твои успешные охотники на насекомых? Да. Сколько угодно. А где существуют зоны, где, в общем-то, охотников на насекомых не очень много? Только сами насекомые. Сама трава. Верхний ярус, вот этот. Птицы или террозавры маневрировать здесь сложно. Так? Значит. Змеи и ящерица, заодно лягушки и жара. Верхний ярус травы никак не проходят. Ну, кустам еще туда-сюда, потравешь никак. А сами насекомые? Еще раз. Сами хищные насекомые. А я говорю про крупных не пырят. Потому что хищные насекомые для травы дракончика это конкурент или обед? Это обед. Это обед. Так что хищные насекомые, чем их больше будет, тем лучше. Так? А теперь, обычно ящерица бегут здесь и облизываются. Так? Потому что вот здесь сидят крупные насекомые. Протодракончик приковылял в это место и что делает? Прогнул. Ага. И что делает насекомые? Ага. А они просто бродят и собирают. Так? В результате, а в результате это уже очень серьезно. Так? Возник участок в сообществе, где система адаптации протодракончика оказывается выигрышна по отношению к другим питателям. А это значит, что уже речь идет не просто о случайном выживании или о случайном размножении. Потомки его, если они выживут, получат устойчивую прописку, адрес. Включаться вот весь этот коллектив. Так? Кто кого ест. Значит. И тут же начнется какая история. Если они включились в сообщество, на более или менее разных правах, то что можно ожидать с численностью потомства через несколько поколений? Увеличиться. Увеличиться. Увеличиться, а значит. А значит, начнется конкуренция не только с другими видами, а еще как раз? Между собой. Между собой. А в ходе этой конкуренции кто будет выживать и размножаться? Сильнейший. Не сильнейший. Более способный. А максимально приспособленный к данному варианту. Все, ребята. Привет, эволюция и совершенствование. Пошло уже оттачивание формы, снятие недостатков, развитие достоинств. Той нелепой конструкции, которую мы первоначально получили. И вот после обеда мы начинаем разбираться с вами с полетами. Как в рамках этого оттачивания, так бессмысленная и мешающая третья пара конечностей вдруг превращается в крылья. С какого перепуганного. Откуда берется полет. Так, мы с вами наработали уже достаточное количество старкого материала. Друг дети. Да. А вот переявление какого-то драмащика и его охота на насекомое, которые ожидают в верхних реакциях, это не приводит к каким-нибудь сборям в самой этой системе, не то, что там уменьшится подблизи или уменьшится количество... Хороший вопрос. Дело в том, что, конечно, приведет. Писался новый член. Так? Но это абсолютно нормальное. Более того, это показатель того, что эко-система здоровая. Существует вся нормально. Значит, в любой развитой эко-системе какое количество видов обитает на одной территории? Немного. Думаю, что немало. Крайне немало. И для эко-системы выделяют такую характеристику устойчивость. Что называется устойчивость эко-системы? Это способность ее сохранять основные черты при изменении внешних условий. Вот как положено. Берем две разные эко-системы. В одной обитает 25 видов неодноклеточных существ, мы считаем. А в другой 360 видов. Территория одинаковая. Ну, просто одна эта система очень бедная. Ну, а вторая средняя. 360 видов неодноклеточных. Это средний объем этой системы. И произошло климатическое изменение. Среднегодичные температуры изменились на 10 градусов. Какая-то система заведомо исчезнет, А какая сохраняется? Да, кстати. Хотят перестроиться. Да, конечно. Устойчивость эко-систем зависит от видового вознаграждения. Да? Чем больше разных видах, разных специалистов включены в единую систему, тем более устойчива такая структура. Тем сильнее, мощнее сопротивляются внешние. Дальше мы с вами в дальнейшем будем много говорить о внесении нового в вот такие старые команды, когда это возможно, а когда это крайне затруднительно. Дело в том, что вот биологическая эволюция крайне неравномеренна. Есть этапы, когда новые виды почти не могут происходить. А есть этапы, которые, наоборот, называются вспышками и видообразовыми. Когда за кратчайшее время нового холма там просто как будто кранчик где-то открылся, и очень много. Но это дальше. Это все дальше. Продолжение следует...